...государство, албанское государство, 12 век, когда обузы цирки шли, то из Гянджи, часть Албан, из Гянджи, они были обеспокоены, как обузы отнесутся к христианскому населению, и они эмигрировали, это была первая волна албанских мигрантов. Они ушли в Киликию, а Киликия – это северо-восточное побережье Средиземного моря, там они создали свою династию, тот, который в выходе был, он был Хетун, они основали династию Хетунидов, еще ее называют Хешумидов, это была албанская династия. Там очень интересно, армяне это государство выдавали за армянское, после моего исследования они уже его не называют армянским. Там у меня доказано, кроме всего прочего, что эти албаны поддерживали тесную связь с исторической родиной, с Азербайджаном, и как они обращались здесь к албанцам, а здесь были еще пять этих известных миликств албанских и Исай Гасан-Джалал, который возрождает албанское царство в XII веке, и они с ним поддерживают тесную связь. В это время идут монголы нашествуют, и Гасан-Джалал им советует с монголами поддерживать дипломатические отношения, путем дарственных актов, дарений и так далее, и идти в стан золотой орды, к монголам, в стан. Они это делают, они это делают, точно поступают так, как поступал сам Гасан-Джалал, и они спасают свое киликийское царство. Потом они пытаются, значит, для албанского населения Киликии, потому что с ними тоже ушли албаны, создать свод законов, судебник. Они обращаются к римскому своду законов, а там в Киликии, кроме албан пришедших, население было пестрое. Там были и греки, и латинины, много всего было. И какой же им дать судебник? И испробовав все, они обращаются к судебнику албанского населения Азербайджана, к судебнику Мухтара Гоша, который в Гяньче создает судебник для албанского населения Гяньчи. А 12-13 века, это в истории Азербайджана ренессанс мусульманский, это именезамия, мясятия и все, и христианский ренессанс. Значит, один город дает мусульманский ренессанс и христианский ренессанс. Христианский ренессанс – это, значит, возрождение, новый всплеск албанской культуры, который выражается в том, что Мухтар Гош пишет судебник для албанского населения, пишет следующий его труд «Краткая албанская хроника», где ведет историю Албании после Моисея Каланкатуйского, продолжает его с X века по XII век. И потом Гяньджай еще дает Киракоса Гяньджали, который пишет историю монгольского нашествия. Монгольское нашествие было очень страшным для христианского населения. Они долго не знали, найдут для общей язык. А оказалось не страшно. Они путем и дарения, и переговоров могли добиться нормальной жизни. И потому он написал историю монголов. Армяне, когда уже все редактировали после упразднения Албанской апостольской церкви, после завоевания, конечно, Кавказа и России, они албанские источники выдают за армянские. — Это в 1800... — Это упразднение Албанской церкви в 1836 год. — А подготовительная работа шла, вы говорите, через Польшу, это армяне работали еще? — Да. А до того, значит, уже в XVI веке, они шли, заданаживали связи с императором России. Вот очень интересно, я отвлеклась от той линии. Очень важно, что путь, как они шли, документы говорят, явились армяне из Польши. Потом есть документы, явились опять они из Польши. А уже в XVII веке, значит, в XVIII веке, явились армяне из Крыма. Я поинтересовалась, да, уже в XVIII веке в Крыму армяне жили. Были армянские поселения, явились с Крыма. И результат сводится к тому. Значит, а что они хотят? Они хотят государства. Государства. И вот в XVIII веке, когда Потемкин докладывает Екатерине II, что явились они с Крыма, и они хотят государства и столицу. Она говорит, что же столицу, государства-то нет. Он говорит, глаз положили на Ереван. А государство будет тогда, когда мы, Россия, того пожелаем. Что интересно, я была удивлена, что этот документ же был использован Пикулем, писателем Пикуль, в его романе «Фаворит». Валентин Пикуль. Да, в его романе «Фаворит». Сейчас, правда, идет такое редактирование. Историю редактируют. Я не знаю, какие верха, какие эшелоны власти России, но это делается. Может быть, этот документ сейчас тоже будет глубоко. – То есть это косвенное свидетельство, что Ереван, Ереванское ханство – это все принадлежит Азербайджану. – Однозначно. И что интересно, документ 1836 года, который гласит о том, что… Вот буквально слова так. Документ, приказ Николая I. Там написано, принимая во внимание требования, желания армянского населения, проживающего в Турции, принимая во внимание их желание создать государство на Кавказе, я упраздняю албанскую апостольскую автокефальную церковь и номер документа. Но что интересно, этот документ они сейчас спрятали, сейчас его не найти. А в свое время Зия Буниатова, он меня года три, даже шесть, он мне говорит, пока ты не найдешь, куда делся архив албанской апостольской церкви, ты это должна найти. Он советовал в Казанском соборе, там этого не было, он советовал мне во всем библиотеках Ленинграда, фундах не было. И потом, значит, он говорит, может быть в Сенат загляднешь. А Сенат – это на Сенатской площади, где стоит медный памятник Петру Первому. Я туда когда пошла, там вообще интересные были материалы. Я ездила туда три года подряд, во всех архивах, нигде не было. И вдруг я натыкаюсь на перечень документов, среди которых написано «Дело не граждан, а поселян иностранных исповеданий». Иностранных. Ну, я логично думала, иностранные исповедания, албамцы уже не православные, кто-то они. Может быть здесь я запрашиваю это дело. И в этих делах речь идет о цыганах, речь идет о греках, поселенных живущих в России, вот о всяких мелких этносах, поселившихся в России. Ищу, ищу и нахожу приказ Николая Первого об упразднении Албанской апостольской церкви и о подчинении этой церкви Эчмензинской церкви. Я ее переписываю. Так серкс не было тогда? Тогда серкса не было, фото не было. Но я его наизу вспомню. И переписала. И вот прошли годы. Да, я принесла, кстати, моя желтая книга, которую нашумела и принесла мне как необыкновенную славу, 1986-й год, там я об этом документе говорю полностью, как он сказан. И его исходные данные дают. Теперь имею в виду 1986, а первая Албанская конференция – 2001-й. Вторая – 2002-й год. Юрмич Илькичева рода ни разу у меня не говорили, вынь да положь, покажи документ. Мне этого не говорили. А вдруг от этой конференции ко мне глава Каспийской епархии, Епископ Александр, присылает иеромонаха Алексея, который, кстати, под моим руководством писал про Албанскую церковь, кандидатскую защитил, книги вышли, там он меня благодарит. Да, пожалуйста. И теперь оказалось так, на современном уровне, я не знаю, на уровне кого чего, захотели найти этот документ. И у нас же тоже есть это, сейчас скажу, Ереван-Голосы была, это, в интернете пошла, пошел, пошел. Крепость такая. Крепость, да. Ереван-Голосы, и очень хорошая была презентация. Это во главе его стоит флатохундов. На высоком уровне они показали, как, что сделали с Ереваном, как Ереван-Голосы, как армяне пришли. Там, это изумительно. И там, и они тогда, флатохундов, они стали искать документы. И когда сказали этого документа, нет, мне ничего не говорят, он поставил людей туда, в Москву, и так далее. Этот документ ищут, который я говорю об упражнении Албанской церкви, еще этот документ не найден. Но я имя не буду еще говорить, кто считает, что он сможет достать. Есть одно лицо, которое очень хлопочет другим путем найти этот документ, чтобы уже было прямо. Поним? Вот так. Если взять мое творчество, это сплошной детектив. А вы помните, говорили, где в Англии, в этом музее, вы там что-то нашли, какой-то манускрипт? В Англии в музее не было. Нет. Что это было? Это было не в Англии в музее. В каких-то архивах вас туда допустили, и вы рискнули, что-то взяли и прочитали. Под грифом «секрет» то ли нельзя упакован, что-то было, то есть они скрывали свои фальсификации армянские. А, скажу. Значит, вот в Ереване есть рукописный фонд «Матена-Даран». «Матена» – это рукопись, «Даран» – хранение, рукописный фонд. И в Ереване же есть, ну, это и Чмельдинская церковь. И в этой Чмельдинской церкви, библиотека, видимо, богатая, туда никого не допускают из учёных. Когда по телевизору меня обсуждали мою эту книгу в 2005 году, один, значит, этот, Ереван-азербайджанец, Сулейман Мамедов, он сейчас заведующий кафедрой в этом, Баби Ленина, он мне в криминал поставил, стал и сказаться, вы знаете, о том, что она ни разу не была в Чмельдине, а я там работала. Я сказала, чудно, чудно, в Чмельдин не пускают никого в зарубежных, ино армян, в Чмельдине ни один историк мира не был. «А ты, Сулейман, значит, работал?» «Да, я работал». Я говорю, ну всё, ты проявил себя, насколько ты близок к ним. Понимаешь, вот так. Всё, Пашин Салдашага даже вышел. А то, что, я говорю, разрешается будто бы работать в рукописном фонде, в Матанадаране, который в городе Ереване. На Матанадаране была 12 раз. Я заходила в Матанадаран «Сиди, пожалуйста, журналы смотри». Я делала каждый раз заявку на рукопись «История Албама Есениха Макатуйского». То, что у них считается древней рукопись 12 века. Все разы мне писалось «Рукопись в процессе обработки», «Рукопись больна», «Рукопись в процессе реставрации». И директор Матанадарана спускался, смотрел, кто просит. А это та самая, та самая. А вы знаете, она… Я говорю, как долго она будет болеть? Когда она? Но она больна. Потом я приехала когда в Баку, и я сказала, что все хорошо, все твои исследования прекрасны, но тебе необходимо иметь эту рукопись под рукой. Потому что ты говоришь, как они критикуют. Критикуешь, надо иметь рукопись. Но я объяснила ему. Он сказал, ничего, мы его займем через президента Академии. А президентом Академии был Гасан Багирович. Он, когда сказал Гасан Багирович, что ничего страшного, я пишу письмо Барсюмяну, и он и мне дадут. Два года, не только три года, шла переписка. И каждый раз писала, что в «Рукопись в процессе обработки, рукопись больна». Тогда Зия сказал, «Эх ты, если бы ты нашла бы копию из той рукописи, которую надо ранее, копию из зарубежных книгов, фондов, я бы тебе привез бы, ты бы работала». Я сказала, я составила генеалогию рукописей. Из какой рукописи родилась какая рукопись. Из той рукописи есть ее варианты в Британском музее, и четыре в Парижской национальной. Зия говорит, принеси мне. Я ему принесла. Зия написала письмо. И через три месяца, три месяца ушло. Я бы заполучила эти копии. Фотокопии. Поняли? Это не так? Так вот так. Ну и пусть. Пусть. Вот так. Теперь, значит, в этом контексте там еще… Ну вот этот сплошной детектив. Скажу вам так. Когда, значит… Когда я была в Ленинграде в аспирантуре, я же там прошла стажировку, два года изучала языки. И потом аспирантура. Ну, языки древнеармянский, само собой… Это какие годы вы когда были? Так, сейчас скажу. Значит, в 69-м я приехала уже с готовой диссертацией. Пять лет я была до этого в Ленинграде. 69 лет. Это вот в 60-м. Вот так. И когда… После университета, окончания университета, я ехала в молодость, не знаешь, какие я написала. Арабский, персидский. Азерик Иосич Ямпольский, албанист, он как раз был руководителем моей дипломной работы. Он сказал, Фаридка, ничего не понимаешь. Зачем тебе эти языки? Делать запятую и древнеармянский. Зерик, зачем мне сдался древнеармянский? Я с ума сказала. А почему он мне еще его приписал? Моя дипломная работа, дипломная. Он был руководителем дипломной работы. И когда дипломную я выбирала, особого энтузиазма не было. Древность и что. Я пошла по всем кабинетам по истории. Советский период, восхваление советского строя. Это все я не выносила абсолютно. И когда я зашла в кафедру истории Азербайджана, вот древний период. Древний период восстаний против сасанитского господства. Антисанитского восстаний пятого века. Мне тут же преподаватель один сказал, не бери эту тему, никакого материала нет. Ничего нету. Я подумала, нет, нелогично. Если написано, значит эта тема нужна. Он сказал, вот шею сломаешь. Я говорю, вот я ее и возьму. Я ее взяла. И тогда мне руководители дали им польского. И когда с им польским только мы встречаемся, я уже прихожу к нему с готовым планом. Я говорю, Девя Николаевич, вот я план составила. Значит, предпосылки восстания. Дальше ход восстания. И дальше годы восстания и значения. То есть любое восстание можно вот эту схему сделать. Он был уже удивлен. И сказал, что она соображает хорошо. Я говорю, Девя Николаевич. Он сказал, нет, нет, нет. И дальше он сказал, ну учти, это восстание освящено только в армянских источниках. Но эти источники на русский язык переведены. Они из Узии Бунятова. И вот тогда я подхожу к Узии Бунятову. И представляюсь, и говорю, что мне нужен Моисей Колонкатульский, которого считали армянским автором. И армянский автор такой-то, такой-то. И Зия был удивлен. Ну я такая маленькая. Он говорит, а зачем тебе это надо? Куда-то какие-то щели ты залезла. Такие... Ты оттуда не выйдешь. Зия сказал. Тем не менее он дал. Он вот эти источники принес мне. И уже на дипломной я стала спорить с еремянам, академикам. Что он неправильно локализует наши Дербенские ворота. Путы и Пеказарьяльскими. Неправильно он считает, вот эти албаны победили, вот армяне победили. У меня было так. Это дипломные долго и нудно держали, что это кандидатская. Да. Ну я сказала, Зия говорит, какая кандидатская? Что с вами? Это дипломная работа. И так далее. И все хвалили. И все такое. И потому, когда уже я еду в Ленинград, Зия говорит, помнишь, как тебе помогли армянские источники? Я говорю, а я больше этим заниматься не буду. Думаю, ты будешь всю жизнь этим заниматься. Давай, Фаридка, припишем, как арабистов много, иронистов много, а армянистов по истории Азербайджана нету. Для меня... А я его очень уважала. Вот для меня сделай. Что тебе стоит? Древнеармянский. Приписали древнеармянский. А я уверена, что в Ленинграде не найдется специализм. Это механически отпадет. Я буду изучать древний персид и так далее. Приезжаю в Ленинград. Значит, Играш был аспирантом бывшим академика Василия Васильевича Струва. Это была величина в советской науке. Струва уже ждал нас. И Струва говорит, ну что, здесь древнеперсидские, это нормально, дам-дамай. Будут заниматься. А вот древнеармянский. Вы, голубушка, откуда мне в Ленинграде вам найти древнеармянского специалиста? Мы вызовем за отдел аспирантуры из Башьяна и скажем, чтобы он нам помог. Фамилия какая интересная. Юс-Башьян. Все наше. И ян ассирийский. Да, да, да. Из Карабаха, сволочь. И он его вызывает и говорит, вот голубушка, как, голубчик, как быть, вот мы ей не можем найти древнеармянский. Он вот ваш покорный слуга. Единственный человек в Ленинграде, знающий древнеармянский. Я с большим удовольствием буду ее обучать. Ну, я думаю, это будет блажь для Зереки Васильевича Ямпульского. А буду изучать я персидский. И было, значит, теперь, когда персидские языки, пехлеви, среднеперсидское, сказали, что надо знать древнеперсидский, надо знать современный персидский. Пехлеви – это и сравнительные между древней персидским и новой персидским. Вот так вот по-идиотски представили. А потом оказалось, что он, как самостоятельный язык, мог изучать запросто. И потому вы будете изучать и современные персидские, и древние персидские. Ну, все тут. Древнеперсидская клинопись. Решил напугать, да? Да, да. Я стал… Это куда? В университете есть группа, которые изучают древние персидские. Я ходила в группу, изучала древнеперсидский. Через несколько месяцев мне сказали, а сейчас будете среднеперсидский. Ну, там был очень сильный специалист Соколов. И Соколов сказал, что, ну, Фарида, а как можно среднеперсидский не знать современной фарси? Ну, я думаю, я с ума сойду. Современная… Ничего. Взяли и 60 часов дали индивидуальному педагогу, институту оплачивал, чтобы она меня обучала современному фарсе. И дальше древнее… Вы можете себе представить, на фоне древних этих трех персидских языков, древнеармянский – он очень слой. Он мне показался семечкой, потому что здесь я мучаюсь, я гибну. Слово, его прото звучало вот так. В последующем этапе оно вот так. А вот середина, которую вас поняли, это было мукиада. А древнеармянский – грамматика. Там очень противно… Но есть грамматика – сиди, разбирайся и словарь. Поняли? И поэтому я древнеармянский… На этом фоне он читается очень сложно. Когда Играр приехал, ему сказали один из сложнейших языков. Ну, древнеармянский у ней очень хорошо. Он говорит, что «А почему тебе древнеармянский?» Я говорю, «Слушайте, там система есть». А потом я поняла, почему мне он был легче еще. В древнеармянском языке 80 процентов, если не от и до все 100 – это древнеперсидские слова. Выкраденный язык у иранцев. Выкраденный и названный древний. Выкраденный, да. Грамматический строй другой. Лексика вся персидская, древнеперсидская. А я как раз изучаю древнеперсидскую, понял. И потому там лексика, здесь лексика, здесь еще стройная грамматика. А в персидском надо, как это было древнее, а это среднее. Ну, в общем, это было мукиада. И когда два года по истечению мне в Кавказском кабинете еще был Кокабадзе. Изумительный был человек, сын академика Кокабадзе. Он сказал, «Кавказский кабинет решил, что вы и древнегрузинские должны изучать». Я ему говорю, «Зачем?» Он сказал, «Нет, Фарида, что вы?» Ну, хорошо. Кокабадзе мне диктовал, я писала драматику. Все древнегрузинское. Я прочла от и до. Но уже этим языком я не пользовалась. Продолжаем. Над, ничего не хватит. Вы продолжаете? Да. Теперь, значит, происходит такая и такая вещь. Юз Башьян через два занятия наших Играру пишет письмо, а он зав. отдел аспирантуры, что он очень хочет быть руководителем кандидатской диссертации Фарида Магедовой. И что это очень лестно для Азербайджана. И там, в общем, всякие реверансы. Играр счастливый. Я приезжаю где-то на каникулы. Он говорит, знаешь, что твоим руководителем будет Юз Башьян. Я говорю, Играр Ильич, он специалист по Византии. Он не знает Кавказа. Я когда разговариваю с ним, он Кавказа не знает. И насколько я вижу, чувствую, он середнячок в науке. Зачем он мне нужен? Он говорит, очень хорошо. Ты будешь самостоятельно писать, а фамилия армянская, она не помешает. Это сказал Играр. Теперь я дома все рассказала. И так далее. Отец очень беспокоился, что тяжелое время в Ленинграде. Можно спротить туберкул. Оказалось, что Юз Башьян, у него был туберкулез в последней стадии. Ему удалили одно легкое. И он, когда мне книги давал, на них была кровь намазана. Он, видимо, это специально делал. И когда я эту книгу... Я подошла к племяннице академика Арбелия. Руслана Рубенна Арбелия. Она работала, она была возрастом. Она была благороднейший человек. Я говорю, Руслана Рубенна, она говорит, да, я хочу вас предупредить. Он тяжело болен. Он, когда разговаривает, эти палочки пустые. Я говорю, а как мне? Она говорит, ну, изучайте язык, не тет-а-тет, садитесь. Вот на бок так. Я говорю, смотрите, какие книги он мне дает. Ценные книги. Ну, они все кровенамазанные. И она, она не выдерживает. Говорит, ну, сволочь. Я с ним поговорю. Она с ним говорила. Сказала, ты что, специально это делаешь? А, видимо, это делала специально, понимаешь? Бог меня берет. И это, как-то в разговоре я отцу сказала. Все, он году, три раза, если не четыре, вызывал меня из Ленинграда и отводил на рентген. И рентген у меня, это, госпиталь военный. И говорили, ага, ну да, берщи йог, потому не ореньги на тесте и сало, что он очень боялся. И усиленное питание, усиленное питание и т.д. и т.п. И каждый раз только-только об этом говорил. А потом Игра Армалиев говорил, нет, мы не можем портить отношения, потому что у него были прекрасные отношения с армянскими учеными. И он хотел таким макаром еще заручиться их поддержкой, поддержкой еще раз. В общем. И, короче говоря, когда уже подходила, да, сенсация была первая моя статья. Я ее, когда написала, это там оказалось, что она чисто лингвистически-филологическая. А вывод был исторический. И приехал покойный Юсиф Юсиф. Он здесь хорошая история. Он был учеником академика Дьяконова. Верения от Дьяконова академика не получил. Ученого Дьяконова, он был ученый с мировым у меня. В Ленинградской школе и т.д. Юсиф приехал и как-то стучится в дверь, а я как раз только посмотрела. Я поставила точку и закончила статью. Как дела, что, как? Я говорю, вот так и так. У меня статья, я говорю, наверное, покажут. Очень странный. О двух терминах социальных. Термин Ерт и Ердумарт. Он говорит, как ты уже терминами занимаешься? Я говорю, что вот я на этой основе уже видела, что рабовладения не было. Я раскрыла. Он взял на чтение. На следующий день он приходит. Он говорит, ты знаешь, что ты сделала? А я еще никому не дала читать. Слушай. В общем, он мне столько полебного наговорил. И в каком направлении твои мысли. Ты же только изучаешь древнеармянский. А здесь и филологический анализ, за которым стоит историческая часть. Я говорю, так можно Юсибашевну показать? Он говорит, как руководить. Он говорит, конечно. И ты увидишь, ее опубликуют в Ленинграде. А я приехал в Баку. Юсиб здесь отдел собрал. И сказал, вы знаете, какие мозги. Т-т-т-т-т. Давай стать Юсибашевну. Куршова. Два дня Юсибашевну худой и высоченной. Два дня он ходил так. Я в библиотеку. Он сойдет в библиотеку. Смотрит. С удивлением уходит. В столовой мы. Подойдет. Смотрит. Как на чудовище. И девочки говорят, это что, его реакция на твою статью? Я говорю, я не могу понять. Я ему дала статью, а он мне ни слова не говорит. И девочки, когда увидев эту реакцию, они очень много... Это Ленинградки. Они сыграли очень большую роль, хорошую роль в моей судьбе. Они тут же... Ксеркса не было. В университете на машинке пробили ее несколько экземпляров. Вскрыв от меня. Далее идет трем ленинградским титанам мысли. Каждый из них был руководителем их. Они прочли, сказали, очень. А в чем дело? Горти Юсибашевна ходит вокруг нее, около, и молчит. Теперь я прихожу. Он же более уверенная. Я говорю, что она любенная так далее. Я говорю, где написала статью? Вот он носится, ходит, он ничего не говорит. Говорит, да, срочно идите в Эрмитаж. В Эрмитаже сейчас конференция. И он это сказал, что... А кто будет знать, что она написала? Он сейчас ее огласит от своего имени. Ну, здесь я зверь. Я уже... Она говорит, срочно идите. Я захожу, открываю дверь, захожу в зал в тот момент, когда он на трибуне... Господь делает, и все, все Господь делает. На трибуне он объявляет о термине Ерт и Ердумарт. И я в дверях. Я зашла. Он говорит, кстати, эту статью мы написали вместе с Фаридой Мамедовой. Да. Я говорю, ничего похожего. Это тоже я сказала. А ленинградские ученые сидят. Он ее огласил. Ну, уже все поняли. Понимаешь? Когда он пришел, Рустам Рубенов тоже ему кое-что наговорил. И сказал их, что Юсиф Юсифов был у Диакона. Диаконов не был в Славу Носеле. Диаконов знает об этой статье что-то. И они предложили ее в ленинградском вестнике. Так Юсбашян не мог ее. Но что интересно, эта статья во всех книгах армянских исследователей, в примечании, когда идет объяснение терминов, каждый армянский ученый выдает от своего имени. Каждый. Я уже, Ерт и Ердумарт пишет, что я пришел. Это шизоид армянский, да, наверное? Не шизоид. Как бы присваивание. У них же там, в глубине сидит, присваивание. Не его, но он должен присвоить. Это болезнь. Если от этой болезни, может, излечимся, может, будем жить мирно. Это было очень сильное, такое глубокое открытие. И никто не может от него отказаться. И они запросто. И никто не укрикает, почему же, как же, Саркисян это, Уизбашян эту мысль сказал, Хачатурян сказал. Ну, так же не бывает, ты понимаешь, вот так. Ну, думаю, джахенова. Только я поняла, что я на правильном научном пути. Значит, эта статья прошла. Потом дальше уже. Ну, армянский у меня уже идет хорошо. Пихлеви – это нож в горло. Единственное, я понимаю, пихлеви мне чем помогает. Я стала заниматься социальными терминами. И как только я там древнеармянскому источнику, я эти термины древней персидки и средней персидки, я это запросто распознавала. И я тогда вскоре поняла, что древний армянский язык – это полностью персидский язык. Они единственное, что дарение гласных персидских и древней персидских пишутся только согласные. Они никогда гласные не пишут. Но каждый перс, читая, знает, какую можно гласную вставить. Например, ценности. Ценности называются зер. А зер пишется з-р-д. Последнее д не произносится. Но каждый перс, смотря, знает, это зер. Армянин как выкрыл, он говорит зер. И это тоже одно свидетельство его зерта. Зерта, ты понял, да? И вот так я это очень быстро стала распознавать. И в древней армян, поэтому… А я занималась именно социально-политическими терминами. Это уже я сама выбрала. А они были древнеперсидские и среднеперсидские. В древнеармянском, понял? И потому здесь у меня шло совокупно. И древнеармянские, и среднеперсидские, и древнеперсидские. И так далее, и так далее. И это исследую, исследую, читаю. Корифеев, академика Еремяна, что он пишет об Албании. Он писал Албанию в истории СССР. Ну, он там такое написал. Всюду феодализм, а здесь первобытный общинный строй. На основе чего? На основе четырёх терминов. Ну, термин – это был мой конёк. Конёк – то конёк. Но чтобы этот термин проследить, я этот термин прослеживаю на древнеармянском по всему Моисею и Конкатуйскому. После этого там получается другое значение. А может быть, этот термин в армянском по-другому дает другое значение. Я его прослеживаю по всем армянским источникам на древнеармянском языке. Каждый термин. И думаю, как же мне быть, как же мне быть Дамдамаев, учёный, крупный учёный, с мировым умом древнеперсидского языка, иронистом. Я ходила на все доклады крупных учёных. Пусть это иронистико, пусть это шумерология. Мне было интересно, как методика, метод, постановка. Это мне очень много дало, очень много. Это мне советовали мои подруги. Они приходили, говорили, ты знаешь, «Маметка, беги в университете, буду делать доклад коростовцев». Я бегу в коростов. Маметка, там я понял, это была школа ленинградская. И Дамдамаев делает доклад и говорит о том, что у него в шумерском древнем обществе, ассирийском, по-моему, древнем обществе, его таблица показывает термин, обозначающий раба, обозначающий свободного. Этих терминов столько-то. Там пошло такое количество цифр и такая классификация. Я обалдела. И я подумала, дай-то я подойду к нему, чтобы он мне тоже помог в классификации. Я ему рассказала. Он сказал, ну у меня вот так. У нас глиняные таблетки, эти самые, клинопись. У нас, говорит, без меня. Это говорит мировой науке. Библиотека прекрасна. Я это все перераспределила по тематике. Если мне нужны рабы, это уже обращаюсь к этому каталогу. Если мне нужно то, то-то-то. Фаридал вас и кроме книга. Вот, ну сами-сами подумайте. Если терминами занимаетесь, может быть, вы сможете термины классифицировать. И каждый термин сделать картотеку на термин. Вот это уже для меня была школа. Я тогда стала читать Калакатуйского. И уже не просто брать термин один и его страницу. В контексте. Вот здесь он выступает в таком-то контексте. Выписывала. А в другом, он немножко другим нюансом. То есть это давало спектр применений термина. Понял? Это было два года я этим занималась. Два года у меня ушло на то, чтобы все термины в картотеку расписать. А потом я эти термины стала по армянским источникам. Меняются или нет. Армянские источники, то, что они описывали, тоже это земля была. Понимаешь? Тогда еще не знала я. В общем, все это я проделываю. И как-то Юзбашен спрашивает. А чем занимается... Моих подруг, у меня он не успел спросить. Чем занимается Фарида? Они говорят, о, у нее такая картотека, тет, тет и так далее, и так далее. Он сказал, вы ей не говорите, я приду к ней в общежитии. И вот как-то я сижу, и вдруг первый этаж, окно, и я вижу во дворе, он идет к нам. Я обалдела. Обалдела. И Саиде, подруге говоря. Она говорит, ну что делать? Пришел, сейчас я чай поставлю, мы премьем его. Он зашел. Фарида, нет, я хочу посмотреть вашу картотеку. Она у меня стоит. Он полистал, полистал, посмотрел, обалдел и ушел. И он стал дурак под моим руководством, я считаю. Он стал такую же картотеку для себя делать, понял? И по этой картотеке уже я знала, если любой академик их говорит термин «дастакерт» это то-то, я смотрела свое, ничего похожего, это не получалось, а получалось вот что. И их ученые, значит, да, в науке господствует мнение академика Еремяна. Он пишет, что всюду рабовладение, то есть всюду феодализм, в Албании первобытно общинный строй. Понимаешь? И я по этой картотеке пишу из Еремяна на лопатки, Еремяна на лопатки по поводу всех. И, более того, и для Армении он неправильно говорит, уже даже вот так. Везде Вы опровергали его аргументированно? Везде. Академика Еремяна, я сделала это с ним мокрое место. В этот момент моя подруга, аспирантка Игоря Михайловича Дьякнова, вот этой корифеи науки, она меня спрашивала, над чем работаешь, я говорю, слушай, пишет, это же было рабство, у меня получается рабство на Кавказе, не было его на Кавказе. Все, пожалуйста. Да, это 1965 год. И Игорь Михайлович, Дьякнова, в кабинет корифеи науки, доктора наук собирались, не все, но отдельно я хорошо мысли, что у них тоже в древнем обществе рабство не получается. Алла это слышит. И она приходит и говорит, зайди к Игору Михайловичу, она ему говорит, что вот она на Долбане работает, а у нее не получается, он может как, она так хорошо собирается, пусть она придет ко мне. Я пришла и он сказал, что у нас будут семинары по социальной информации, там только доктора наук. Но я разрешаю, поприсутствуйте, послушайте, вам пойдет на пользу. Я говорю, Алла, я тебя очень прошу, я стесняюсь, давай пару раз со мной вместе пойдем. Алла тоже моя подруга, мы пришли, сели, вот первый семинар, первый. Лондон встает и говорит, рассказывает свое набатийское общество, которое в общем древности, и что у него там начинает говорить об общине и характеризует ее, и не может понять, что это за община. У меня вырвалась Марка Энгельсен. Когда я сказала Марка Энгельсен, все встепенулись, Алла моя съежилась, что первый раз я глупость спорола. Да за меня она беспокоилась, что я опростоволосилась. Игорь Михайлович на мне завершал взгляд Диаконов. Сижу, слушаю, пошло все-все-все-все, он рассказал, каждый сказал, что это за община, за это. А он написал территориальную общину, мне это известно. Игорь Михайлович, подойдя итоги, говорит Анну, что у вас территориальная община, о которой хорошо написал Энгельс, и назвал ее Маркой, и на меня посмотрел. Представляешь? Все на меня посмотрели. Теперь мы вышли, Алла говорит, откуда ты это слышала? Я говорю, а я не могу понять, Шахмалин там лекцию читал, и он так долго на этой Марке Энгельсе сидел. Она молчит, и я не могу понять, а в чем дело, только арифеи науки сидят. На то же время я говорю, Алла, ты мне скажешь, ты что, ты не истфак кончала? Она говорит, нет, у вас истфак. И что вы проходили, вы историю? Она говорит, на историю мало отходилось в восточном языке. А вот сидели все ученые. Они кто? Она говорит, понимаешь, они все доктора филологических наук. Я поняла, почему я как историк, ты понял? Я говорю, а Игорь Михайлович Дяконов? Она говорит, вот он единственный человек, который в начале кончал истфак, потом пошел и закончил восточные языки. Вот почему Игорь Михайлович уже твердо знал, ты понял? А я со своим историческим образованием, без филологии. Игорь Михайлович сказал, что пусть Фарида приходит. Эти семинары были около трех лет. Неделю один раз. Я на все эти семинары шла. Это мне дало очень много. Это было любое восточное общество. Я уже точно знала признаки рабства. Оказывается, раб в древнем обществе тоже мог иметь хозяйство. У раба были рабы. Это не одинаковое положение. И что рабство, Мангода, только у империи. У империи ведет войны. Военнопленных берет войны. Это источник его рабства. А любая локальная страна, у которой не везет войн, откуда у нее рабы? Ты понял? Вот так я прозревала. Я даже все те моменты, нюансы тебе рассказываю. И это. Пишут дальше. И все ремяны. Каждая глава еремян на лопатке. Каждая глава имя. Ежебошин читает. Балдеет. Значит, вторую статью я даю большую. Он опять сходит. Неделю на меня смотрит. Ходит как на чудовище. Я говорю, девочки мои торопят. А что он говорит? Я говорю, он опять на меня как на чудовище смотрит. Они опять опоздал. Напечатали. Опять дали этим ученым. И каждый из них сказал, что это уже костяк диссертации. А я не знаю. Она говорит, ну и что он? Ты скажи, что бы он поставил на обсуждение. И там Камила Васильевна Тревер, член-корреспондент, специалист по Албании. Ей да, я даю. Ну, она тоже молчит. Я сказала, Карина, когда будет тебе обсуждение? Он говорит, ну надо же. Пришла как трусливый кавказец, а ведет себя как победитель. Я сказала, а в чем я победитель? Если я была трусливый кавказец, наверное, адаптация, все. Я долго не могу оставаться трусливой. Если только я была трусливой. А почему кавказец должен быть трусливым? Ты понял? Знаешь, Фарида, вы написали не бог вести что. Это Тревер? Нет, это говорит из Башьян. Я с Камилой Васильевной говорила, она тоже такого же мнения. Может даже к ней не подходить. Оказывается, Тревер, если одна ее ученица была, она обо мне такие дифирамбы пела, что почему-то она ко мне не подходит. Я вот так. А он мне все время говорит, что Тревер о вас такого мнения. И это. Вы возьмите эту статью, поезжайте в Баку. Для Баку это будет то, что надо. Но для Ленинградской науки нет. Ну, я прошла таксующую, говорю, Миш. Девочки мои спрашивают. И одна из них была специалистом, и сейчас есть она крупный специалист, по дальневосточному искусству. Япония, Корея, Китай. Другая шумерология Ира Михайловича Диакна Вастрадка. Я им сказала. Они, ничего мне не говоря, размножили и дали опять пяти ученым читать. И все сказали, что устроим обсуждение. Устроим. В. 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 безбольшинное будет обсуждение твоей работы. Как? Да, мы сейчас объявление повесили. И Тария, ты знаешь, очень хорошо написала. Кто сказал? Левшит. Я схватила за то. А Левшит любое обсуждение сводил к нулю. Что вы сделали? Я так рыдаю. Я так рыдаю. Ну все, вы мне дали волчий билет. Я завтра уезжаю домой. Почему? Я не знаю, как Владимир Аронович любой доклад сводит к нулю. Они говорят, а у тебя сильный. Слушайте, вы не можете понять. Я умна рядом с дураком Юзбашьяном, но не более. Это я понял. А там, где Левшит, там, где Игорь Михайлович Диаконов, они говорят, и Пигулевская. А Пигулевская была академиком, но дура была. Я говорю, Пигулевская черстенькая. Вот видишь, ты уже на Пигулевскую сможешь. Вот так. Обсуждение. Все ждут. И уже сегодня мы объявление повесили. Ты мимо прошла, не заметила. Я покажу. Объявление висит. Стоит объявление Юзбашьян. Фарида, вон вы чем занимаетесь? Сама рекламой. Я говорю, Карин Никитич, я узнала это только сегодня. Это мои девочки. Все. И эти ученые, и Дамдамаев, идут на обсуждение. Ой, я как осиновый лист. Сейчас они скажут, что это тут. И это первая большая, кроме Юзбашьян, может быть, 56 машинописных страниц. Юзбашьян встает. Юзбашьян встает. Ну, он должен быть гибкий. Во-первых, я хочу вас всех предупредить. Мне жутко повезло. Фарида не аспирант мой. Мы коллеги. Этим он их расположил очень. Они сказали, ни один руководитель этого не скажет. Но они не знали, что он вот-вот. Вот Каменна Васильевна, мы вместе обсуждали, действительно у нее чистый феодализм. Теперь я жду Дамдамаев. Дамдамаев говорит, я поздравляю вас всех, Фарида, прежде всего, костяк диссертации готов. Ты знаешь, я... Как костяк диссертации? Костяк диссертации готов. Надо немножечко в каждой главе подлить воды. Рившид говорит, аналитическое мыши, я поверить не могу. И Камила Васильевна Тревер в конце говорит, что да, никто не видел феодализма в Албании. Я предполагала Фарида, это доказало, что... Ну, меня все стали поздравлять. Ой, амбой. А там идет каждый термин, деревян на лопатках, деревян на лопатках. И на лопатках еще, ну, этот... Гальгик, Харенович, Саркисян, тут ученый с европейским образованием. Один термин, он не разобрался. На следующий день мне Руслан Арубина говорит, Фарида, это... Саркисян здесь, и он знает о том, что вы о Достокерте тоже пишете. Он хочет с вами познакомиться. Уже не со мной хотят познакомиться, понял? Значит, я выхожу, и он... А он по поводу этого термина, у него статья. Источник пятого века по термине Достокерте. Имеет в виду армянского автора Харенского, которого они считают пятым веком. Я его подняла с Гулбин. Он автор восьмого-девятого века. Я подхожу, меня познакомили, и я говорю, скажите, пожалуйста, на каком основании, прежде всего, вы Харенского датируете пятым веком? Он говорит, да, я все понял. Значит, вы в курсе ученых-филологов, мыслителей девятнадцатого века. Они подвигали критики, но я подвергла критики глубже. Я говорю, да, не только это. У меня есть тоже свои обоснования. Тогда начнем так. Запомните. Это не научный разговор, но Центральный комитет Армении с подачей армянской науки утвердили, датировали Моисея Харенского пятым веком. Вы поняли, насколько это серьезно? И смеется. Ты понял? А с него уже ничего не спросишь. А вы правы. Я не могу нарадоваться. Еще второй вопрос. Вы неправильно в нем видите дачное хозяйство. Это не дачное хозяйство, это частное владельческое хозяйство. Он говорит, мне сказала Руслану Рубеновну, и вы правы. Я думаю, как-то я права. Кагик, Саркисян, я права. Еремян, я... Ты понял, да? Саркисян ушел, и Руслан Рубеновне сказал, ей когда-то будет нужен отзыв. Я большого отзыва не дам, Руслан Рубеновна сказал, кто-то поддержит. Она все равно пробивается. А армянская наука будет... А так, что... Благословение армянская наука тоже дала. Она была хитрой женщиной. Он ей говорит, Кагик Харинович хочет вам дать рецензию. На трех строках, три строчки. Что она права, хорошее наблюдение, чтобы она продолжала в этом душе. Отлично. Вот так. Был форум, даже русско-азербайджанский форум. Недавно был. На этом форуме я была. И там, когда уже было, это, секционные. На секционных были дискуссии. И в дискуссиях очень хорошо выступил, сейчас скажу, дедексивщик наш. Чингис Абдулла. Чингис Абдулла сказал, что вот вы говорите, идите, договоритесь с армянами. В Гюмру стоит ваши войска и техника. Вы на нашем месте, как вы договорились бы? Ну, это меня окрылило, что он молодцом так сказал. После этого Фира Ализаде сказала, она говорит, что в Евровидении вы прислали бурановских бабушек. учитывая их возраст, ну, пели симпатично, гости наши. Мы отнеслись очень-очень доброжелательно, хорошо. И место второе не только мы давали, весь мир танцевал. И потом, раз вы их прислали, надо думать, это самые лучшие ваши силы по вокалу. Это она шикарно так сказала. А вы, вместо того, чтобы ваши претензии к самим себе, вы нас критикуете. А потом, Рима Ахундал хорошо выступила, что у вас во всех каналах сидят армяне. Было, есть и будет. И объективно истину здесь пробить невозможно. Вот так. После этого они, значит, когда я выступила, я думаю, нет, я начну, армян ужали потом. Я сказала, что вот как раз то, что вас интересует, лет то ли 15, то ли 18, то ли 20, он написал книгу «Аз и Ян». Что, собственно, он сейчас сделал? Улчас, в силу определенных событий в его личной жизни, я их рассказала, он был, он был хорошо обучен древнеславянскому языку. Он просто знал его. Потому что, это вам я говорю, эмигранты русские, которые знали специалиста Славянского, они хотели, они бежали через зюк хотели, но задержались в его городе, задержались, и он был смышленым парнем, мальчишкой, в общем, они его прекрасно подготовили, он здесь их знал. И читая слово полку Игореве, он там нашел тюркизмы, слова, которые с точки зрения славянцев, с точки зрения славянской лексики никак, а с точки зрения тюркской, прекрасно читали. И на форумах был какой-то один историк. Да-да, она права, он орал, что она права. Я говорю, и дальше, что он сделал? После того, как он это прочитал, вся наука историческая Советского Союза ополчилась, это же был ужас, если не кунай, его вообще, наверное, убрали бы. И через некоторое время сделали это, ученые собрались, и его на ковер вызвали. И когда он пришел, было 10 академиков, историков Российской Федерации. И он, когда их всех убийств он сказал, я достиг цели, если я мог привлечь внимание кочевой степи, к истории тюркского мира, внимания 10 академиков, я достиг цели, все, я ухожу. Он ушел. Но мне рассказали, мне рассказали, что академики поняли и сказали, что до сих пор история России неправильно писалась. Она должна писаться только и только в тесном контакте с историей кочевой степи. и генетически, и исторически, и культурно, во всех смыслах. История, которая была из Москвы, она права, он готов был это. Так вот, прошло сколько лет, а я не вижу истории России, которая писалась бы в тесном контакте с историей тюркского мира. В общем, и после этого они сказали, мы это записали, зафиксировали, что вы еще скажете. Я говорю, ну еще что я скажу. Вот кавказоведение. Кавказоведение в России было в начале 19-го века. И то это были кавказоведы, французы, которые приехали в Россию. Они умерли. И вот с тех пор в историческом, научном мире Россия и в постсоветском пространстве не было кавказоведения. Я сделала паближу, и вместо кавказоведения господствует армяноведение. Я сказала и села. Села, перерыв, председатель подходит ко мне и говорит, вы знаете, в вашем произношении были питерские акценты. Какой питерский акцент? Вы не в Петербурге кончали, я сказала, аспиратуру, все. Как петербургская наука к вам. Я говорю, очень хорошо, очень восторжена. Очень. Даже по моей последней книге кавказоведение в Ленинграде ведется по моей последней книге. А как Московская школа, я сказала, ну, вы уже спередили мою рану, значит, пять лет меня еще раз вызывали на ковер, Москва не могла сказать нет, но да, не сказала. И объясни, почему. Что это раннее чувство армянского народа, и потому мой научный труд, это политизированный труд. Он тут же секретарше сказал, запишите, все, я говорю, не надо, в программе есть кто, нет, в программе одно, а нет. Я потом прошла, шефу все расскажу, он сказал, все правильно. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА